Жизнь людей с ограниченными возможностями строится не совсем так, как жизнь всех остальных. Кроме общих проблем, конечно же, есть и собственные специфические. Специалисты разных сфер трудятся над тем, чтобы возможности из ограниченных стали безграничными. Ну и, конечно, в первую очередь это врачи. О детской обилитации и реабилитации и о современных технологиях в этой сфере мы поговорим в сегодняшней программе. Потребность восстановительной терапии настолько велика, что сейчас происходит стремительное развитие данной отрасли. Современные развивающие игрушки, тренажеры, ортопедические аппараты. Эти разработки помогают вернуть ребенку утраченные способности и сформировать новые навыки, дать возможность общаться и играть со сверстниками на равных. Областной детский реабилитационный оздоровительный центр «Ветрость» помогает юным пациентам комплексно и в соответствии с показаниями. Применяя при этом самые передовые, современные, уникальные методики, которые уже зарекомендовали себя в лучших мировых специализированных учреждениях. И работа по их внедрению здесь никогда не прекращается. В отделении водолечения 6 ванн, оборудованы как системой подводного ручного душа массажа, так и автоматического. Здесь можно принять и классическую жемчужную ванну, и комбинированную со струйным массажем. Потоки воздуха и струи воды создают эффект настоящего массажа. Одновременно происходит и хромотерапия. Разноцветная подсветка благотворно воздействует на психосоматическое состояние человека. Помогает расслабиться. Детям с пульмонологической патологией также добавляют хвойный экстракт, лаванду или розмарин при кардиопатологиях. Экстракты каштана при ортопедических заболеваниях. В новом кабинете кинетической терапии проходит реабилитацию детей с нарушениями моторики нижних конечностей, ортопедическими, травматологическими. Также здесь установлен имитатор опорной нагрузки CarVit, который был разработан для реабилитации космонавтов во время и после нахождения в невесомости, когда утрачивается навык ходьбы. Точно такой же установлен на космической станции МИР. Специальные ботинки раздражают рефлекторные зоны стопы таким образом, что мозг воспринимает это как ходьбу. А во взаимодействии с системой виртуальной реальности ребенок не только ощущает воздействие на стопу, он видит себя идущим по дороге. За счет этого рефлекс ходьбы закрепляется. Здесь также могут проходить реабилитацию дети с тяжелыми патологиями, в том числе колясочники, после некоторых нейрохирургических операций. У них появляется реальный шанс встать на ноги и передвигаться самостоятельно с помощью дополнительных приспособлений. В зале кардиотренажеров установлены беговые дорожки, эллипсоиды, велотренажеры. И несмотря на всю простоту занятий на них, дети нигде не остаются без контроля со стороны медперсонала. Получают дозированную нагрузку под контролем ЛФК-инструктора. Аппарат магнитотерапии магнитостимуляции органов малого таза «Авантрон» широко применяется для профилактики и лечения целого спектра гинекологических и урологических заболеваний. Устройство посылает дискретные импульсы, которые воздействуют на нервные волокна и стимулируют сокращение мышц тазового дна и органов малого таза с последующим расслаблением. Так происходит их тренировка, улучшается кровоснабжение, нормализуются ритмические процессы, прекращается непроизвольное мочеиспускание. Еще одна современная магнитная установка, которую применяют в лечении и детей, и взрослых, магнито-турботрон создает вращающееся магнитное поле вокруг всего тела пациента. В результате действия вихревых полей в теле человека улучшается микроциркуляция крови, ускоряется обмен веществ и процесс энергообмена в организме. В соответствии с предустановленной программой действие аппарата может быть направлено на целый ряд заболеваний, сердечно-сосудистые системы, опорно-двигательного аппарата, эндокринный и нервный систем, органов пищеварения, мочеполовой системы, органов дыхания, кожных болезнях и многих других. Все кабинеты имеют яркую цветную раскраску, оборудованы игрушками. Это важно, ведь детей нужно отвлечь, чем-то занять, чтобы исключить страх и помочь остаться в вынужденном положении возле аппарата до окончания процедуры, которая, к слову, может длиться и 10, и 20, и 30 минут. В кабинет реабилитации мелкой моторики руки, как правило, попадают дети с неврологической патологией, либо с ДЦП, либо другими нарушениями двигательной функции. Восстановление моторики руки – один из самых сложных процессов в реабилитации, потому что необходимо задействовать обширные участки коры головного мозга. Эрготерапия позволяет заниматься с различными бытовыми приспособлениями, бизибордами, игрушками, специальными наборами, есть и целый ряд интерактивных устройств. Реабилитационная перчатка с биологической обратной связью позволяет проводить реабилитацию пациента в игровой форме и в реальном времени адаптировать под пациента программу реабилитации. Специальное устройство позволяет работать и с балансом тела. Выполняя разные задания, ребенок тренируется переносить массу с ноги на ногу. Весь процесс отображается на экране и в виде игры. Янтарно-солевой комплекс активно используется при патологиях дыхательной системы. Здесь находятся пять видов солей и панели с необработанным янтарем. Панели выложены блоками и кристаллы солей обеспечивают достаточный микроэлементный состав воздуха. Для помощи детям с особенностями речевого развития или слуха используют интерактивную программу «Логомер» и гарнитуру «Форнбрейн». За счет кослой проводимости звука восприятие становится более отчетливым, чистым. Так ребенок может слышать правильные звуки и повторять их. Наш в гостях сегодня главный врач областного детского реабилитационно-оздоровительного центра «Ветрость» Сергей Юрьевич Петухов. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Спасибо большое, что доехали до нас, потому что далеко вам все-таки ехать, конечно. Она из Поставского района, но тема достаточно серьезная. Занимаетесь вы очень серьезными проблемами в вашем ветрозе, в нашем выздоровительном центре. Давайте, может быть, мы начнем с вами немножко с терминологии, потому что я думаю, что многие зрители сейчас не сторожились. Слово «реабилитация» – оно знакомо каждому нашему зрителю. Что такое «абилитация»? Наталья, вы абсолютно правы. Наверное, реабилитация больше на слуху, особенно вот после прошедшей эпидемии, когда многие к ней прикоснулись и почувствовали ее необходимость. Реабилитация – это восстановление нарушений функций, которые произошли в результате какого-либо заболевания. Наверное, в большей степени люди считают, что это какие-то двигательные нарушения, потому что вот видят таких пациентов на улицах города. Но реабилитация подразумевает восстановление любых функций, будь то сердечно-сосудистая система, дыхательная система, двигательные функции, функции кожи и так далее, эндокринная система. То есть это большой такой всеобъемлющий процесс. И еще раз повторюсь, это восстановление функций, которые были нарушены в результате заболевания. Это реабилитация. Реабилитация – это восстановление функций. Есть вообще такое выражение – ухудшилось качество жизни вперед на реабилитацию. То есть восстанавливаться. Это касается и детей, и взрослых. И вот в этом плане наш центр работает и по пульмонологии, по кардиологии, по ортопедии, травматологии и психоневрологии, как такой наиболее тяжелый спектр заболеваний. Это заболевания, связанные с нервной системой и с нарушением когнитивных функций. Абилитация – немножко слово такое менее известное, но это процесс, который зачастую начинается вообще от рождения. Абилитация – это выработка или формирование, или развитие, как угодно, функций, которые могут быть еще сформированы при тех или иных нарушениях в развитии мыслительных процессов или в нарушении двигательных процессов. То есть когда ребенок рождается, и определена патология, которая нарушает его функционирование уже изначально от рождения, тогда прибегают к процессу абилитации. То есть выработки тех функций, которые еще можно сформировать у ребенка для того, чтобы, опять же, немножко улучшить его качество жизни. Можно я немножко попробую упростить для общего понимания? Да. Реабилитация – абилитация. Отличаются два слова вот этими вот начальными двумя буковками «ре». Реабилитация – это восстановление тех функций, которые были, но человек заболел, и они из-за болезни изменились. Абсолютно верно. Абилитация – это когда сломалось в организме что-то, эти функции вообще не… их нет. Их надо сформировать. Они не работают. И человека надо научить. Да, абсолютно правильно. Так. Оба процесса идут параллельно. Иногда, может быть, когда люди меньше с ними сталкиваются, они предполагают, что это какие-то совершенно разные, раздельные. Иногда даже и среди специалистов возникают споры – это абилитация или это реабилитация. Они настолько тесно переплетены. То есть и в абилитации, и в реабилитации главная цель ведь не просто там научить ногу шевелиться или руку что-то там, выполнять какие-то пассы. Главная цель – преодолеть ограничение жизнедеятельности. Ограничение жизнедеятельности, он спектр очень большой. Это прежде всего вопросы самообслуживания. И если изначально у ребёнка есть какие-то нарушения, то мы должны научить его к этим процессам самообслуживания. А если они утрачены, например, в результате травмы, болезней или ещё каких-то процессов патологических, тогда мы восстанавливаем то, чем этот ребёночек обладал, но потерял из-за какой-то ситуации травмирующей или ещё какой-то там… Ну, условно, да, не работает ручка вообще, не будет, не знаю, там, ну, всё, совсем нет. Значит, вам нужно научить ребёнка обходиться без неё, но делать… Либо, если есть возможность функционально восстановить какие-то возможные функции вот в этой больной руке. Следующий аспект ограничения жизнедеятельности – это способность к самостоятельному передвижению. Из других таких действий – это способность к общению, способность к обучению, способность к профессиональной деятельности, способность понимать и ориентироваться в пространстве. И тоже немаленький такой вопрос – это способность контролировать своё поведение в социуме. Вот эти все нарушения жизнедеятельности, которые я перечислил, они нуждаются в том, чтобы мы выработали или научили функциям, которые будут помогать эти решать процессы. Будь то двигательные, будь то речевые нарушения, будь то нарушения мыслительного процесса. То есть вот наша задача – выйти на практический результат, то есть прийти к социально-бытовой адаптации этого человека, чтобы он мог за собой ухаживать, выполнять элементарные гигиенические процедуры, передвигаться, общаться в кругу своих сверстников, с возрастом уже постарше, овладеть какой-то профессией и, находясь в обществе, контролировать своё поведение. Вот это главные задачи. Если это процесс изначальный, то абилитация, если это приобретённый, то это реабилитация. В принципе, они настолько тесно связаны, что я бы вообще их не разделял, потому что всё очень перепрессивно. Сергей Юрьевич, ну вот подробнее немножко об этих методиках, о том, чем занимаются именно в вашем центре, в Ветрозе, мы поговорим чуть позже, сейчас отвлечёмся и посмотрим рубрику «Разрушители мифов». Хорошо? Миф первый. Космические медицинские технологии полезны в космосе и бесполезны на Земле. Это миф. Сейчас поступает много информации о том, что в медицину для реабилитации поступают новые технологии, которые ранее использовались только в космонавтике. И многие считают, что то, что полезно для космонавтов, для профилактики здоровья после длительных полётов, не может быть полезно для детей. Но рефлекторные механизмы, которые происходят в головном мозге и завязаны на ходьбу, они одинаковы. Космонавт, когда после длительных полётов выпадает с этого влияния гравитации, у него эти механизмы теряются. А у ребёнка они изначально не сформированы по причине то или иного заболевания. Поэтому нет никакой разницы. Высокая эффективность данных методов подтверждена в большой практике, как в космической медицине, так и в земной. Миф второй. Реабилитация не обязательно. Организм после болезни сам восстановится. После любого заболевания есть те или иные погрешности, которые возникают в организме человека, которые тем или иным образом влияют на его качество жизни. Поэтому здесь принцип очень простой. После любого перенетельного заболевания, если снижается качество жизни, обязательно нужна реабилитация. В стационарных, амбулаторных или даже в домашних условиях выполнение тех рекомендаций, которые назначил врач. Организму нужно помочь. Значит, нужна реабилитация. Миф третий. Роботизированные реабилитационные техники не могут заменить ручную работу. Это миф. Вообще, если рассматривать любую технику, она сама по себе не работает. Виды работ, виды манипуляций закладываются врачом и выполняются под чутким руководством инструктора по физической культуре. При ряде заболеваний, в частности, при неврологической патологии, нужны монотонные, многоповторяющиеся движения. И в этом случае работа в вынужденном положении приводит к быстрому утомлению специалиста. В таких случаях на помощь приходит роботизированная техника, с помощью которой эти монотонные, многоповторяющиеся движения можно выполнять под тем же присмотром инструктора по физической культуре. В таких ситуациях на помощь приходит роботизированная техника, с помощью которой можно выполнять вот эти многократно повторяющиеся движения под присмотром специалиста. Поэтому в ряде случаев при различных заболеваниях применение роботизированной техники очень полезно и даёт очень хороший результат в реабилитации. Миф четвёртый. Для реабилитации ребёнка достаточно один-два раза в год проходить курс в специализированном центре. Это миф. Потому что пройдя курс реабилитации, согласно определённым программам, которые подбираются для того или иного заболевания, мы достигаем положительного результата. Параллельно родители обучаются тем манипуляциям, которые они должны продолжить после окончания курса в домашних условиях или продолжить фактически постоянно. Поэтому очень важно, чтобы родители овладели теми навыками, видами работ, которыми владеют наши специалисты центра, для того, чтобы улучшить качество здоровья своего ребёнка. Поэтому только совместная работа родителей и медиков приводит к стойкому, прогрессирующему, положительному результату. Сергей Юрьевич, опять мы с вами в студии. Давайте теперь немножко более подробно коснёмся вот этих процессов реабилитации, о которых мы с вами говорим. Итак, центр «Ветрость» – это реабилитационно-оздоровительный центр. С какими заболеваниями вам приходится работать? Как я уже сказал, реабилитацией мы занимаемся по многим направлениям, то есть пульмонология, кардиология, ортопедия, травматология. И вот в этой части там больше реабилитационный процесс. То, что касается более такой тяжёлой сферы – это психоневрологическая патология. Конечно, там очень большая доля работы – это как раз абилитация пациентов. Можно я уточню просто, что вы работаете с детьми. Ну, на всякий случай, ещё раз, чтобы наши зрители уловили, что вот мы говорим сегодня о детстве. Да, мы в основном работаем с детьми, хотя опыт работы и со взрослыми пациентами у нас также есть. Мы аттестованы на работу и со взрослыми пациентами. Но основная наша цель всё-таки – работа с детьми. Очень тяжёлый блок патологии – это органические поражения ЦНС. И мы как-то в студии обсуждали проблему ДЦП, потому что детский церебральный паралич – это патология, которая, наверное, в большей степени на слуху. И есть несколько блоков проблем, которые встречаются у этих деток. Это прежде всего двигательные проблемы. Кстати, вы говорите о центральной нервной системе. Очень многие люди уверены, я не знаю, вы, наверное, можете быть в курсе, что сейчас вы будете говорить о каких-то, может быть, речевых нарушениях, о каких-то нарушениях мозговой деятельности. А центральная нервная система – это же и то, что на двигательную функцию. Это всё. Это всё, да. Это всё. Дело в том, что даже, наверное, может быть, в большей степени люди считают зачастую, что если есть нарушения, допустим, при ходьбе, проблемы с одной или с двумя ногами, они считают, что это проблема ноги. Это проблема головного мозга, состоянием, которые связаны с ним в дородовый, там, послеродовый период. И поэтому и процесс восстановления такой непростой. Потому что если рассматривать картинку распределения функций по зонам мозга, то рука там занимает половину зон всего головного мозга, и поэтому реабилитация и восстановление функций руки настолько сложна по сравнению даже с ногой. Поэтому выстраивая, скажем так, политику центра в плане реабилитации детей, мы, естественно, учитывали те аспекты, которые мы должны решить. Прежде всего, это двигательные нарушения. И, естественно, мы пошли по пути формирования специализированных кабинетов, специализированных залов для реабилитации детей с психоневрологической патологией. Естественно, ничто не заменит руки специалистов. И для этого они проходят очень серьёзное обучение. Это и врачи, и инструкторы ЛФК. Понятно, что для того, чтобы работать с конечностью, будь то рука или нога, нужно вспомогательные методики включить, снять спастику для того, чтобы увеличить амплитуду движения. Спастику – это спазм. Спазм, да, это гипертонус мышц. Для этого существует теплолечение. То есть такие классические методы, как теплолечение в виде парафина, азокерита, массажные процедуры, водные процедуры, направлены на то, чтобы расслабить напряжённую мышцу и подготовить её для занятий ЛФК. И я вот уже сказал, что, естественно, что львиная доля работы делается инструкторами ЛФК. Но вот на сегодняшнем этапе, наверное, уже чисто вот ручной работой все вопросы не закроешь. Во-первых, к сожалению, огромному не уменьшается количество таких деток. Во-первых. Во-вторых, вот вся методика, она выстраивается на научение, допустим, ходить или научение выполнять какие-то функции рукой. Она выстраивается на многократных однотипных повторениях от того или иного движения. И поэтому, конечно, широко начала внедряться уже и роботизированная техника, компьютеризированные программы на физиотерапевтическом оборудовании, на реабилитационном оборудовании. Для того, чтобы, например, научить ребенка-колясочника ходить в тех случаях, когда можно перейти от перемещения передвижения в коляске к передвижению при помощи поддерживающих устройств – это ходунки или костыли. А это уже по-любому другое качество, другой уровень жизни, когда ребенок находится в коляске или когда он может, пусть и с поддержкой, но передвигаться самостоятельно. Мы… И такая вот интересная методика, которую мы внедрили первыми в республике – это имитация шаговой нагрузки, пришедшая к нам из космической медицины. Она направлена на то, чтобы сформировать рефлекс ходьбы. Потому что у таких деток, которые никогда не ходили, постоянно находились в коляске и перемещались, ну, если просто сказать, мозг не знает, как должны передвигаться ноги при ходьбе. И поэтому аппарат этот создан для того, чтобы вот это вот ощущение, рефлекс ходьбы, оно сформировалось. Потому что, чтобы поднять ребенка на ноги и начать ходить с ним, у него сначала нужно сформировать рефлекс. И, конечно, на этом оборудовании делается вот та процедура, которую я говорю, что для выработки рефлекса ходьбы – такие у нас дети уже есть, которым удалось подняться, это дети из Витебской области, из коляски и начать самостоятельную ходьбу. Дальше нужно, чтобы этот ребеночек передвигался. Если передвигаться изначально с ходунками или с костылями, то он тоже не научится правильно передвигаться. Ему нужно, чтобы были свободные руки, чтобы он мог паттерн ходьбы, то есть рука, нога, движение осуществлять в свободном режиме. Поэтому вот в этом году мы внедрили такую установку, как трэдмилл Реотера. Это упрощенная беговая дорожка, на которой можно регулировать скорость от нуля и увеличивать ее. Есть сенсорные датчики, чтобы ребенок не зашагнул за пределы этого устройства и не упал. Есть подвесная система, которая используется для того, чтобы сначала разгрузить тело, и сначала он идет, слегка касаясь этой поверхности, и потом постепенно увеличивая вертикальную нагрузку на стопы, мы начинаем уже ходить по этой беговой дорожке. То есть я в пример привел вот эти аппараты, потому что, естественно, что если нет такого оборудования, то фактически инструктору придется делать все это. Переставлять ножки вручную по сенсорной дорожке, чтобы раздражались стопы. Или держать перед собой на подвесах и двигаться с ним. Понятно, что в современных условиях нужно думать о том, чтобы разгрузить специалистов, и когда есть возможность за счет аппаратов создать условия для многократного длительного передвижения, допустим, исключить утомляемость специалиста, то это дает гораздо больший эффект. Это вот как пример медицинской реабилитации в части двигательных нарушений. Естественно, чтобы общаться, иметь способность к обучению, общаться со своими сверстниками в семье, то второй большой блок – это социально-педагогическая, психологическая, логопедическая коррекция у таких деток. Мы с вами поговорим после того, как мы посмотрим нашу рубрику «Школа мам». Отлично, хорошо. Позитивное влияние родителей на предпочтение в еде – один из способов вырастить здорового ребенка. Дети учатся правильно питаться, во многом подражая взрослым. Пищевые привычки детей, привитые в первый год жизни, станут основой пищевого поведения в будущем. Кушать должен ребенок 5 раз в день. Но между этими приемами пищи ребенок не должен получать больше какой-то другой еды, так как этот процесс, он, во-первых, не дает выделяться необходимым ферментам в необходимое время, когда организм настраивается на то, что вот скоро будет прием пищи. И этот процесс, он формируется задолго до того, как ребенок должен поесть. И чтобы это как и режим ввести ребенку, и для того, чтобы закрепить у него этот намок по режиму, кушать и кушать в достаточном количестве, нам необходимо это время выдержать, не предлагая ему какие-то дополнительные виды еды в виде печеньки, фруктового пюре, сока. Задача любой мамы – сформировать правильные пищевые привычки ребенка с детства. Чем раньше заложится привычка, тем она будет устойчивее и полезнее в дальнейшем. Отсутствие правильных пищевых привычек может вылиться в отклонение в усвоении питательных веществ, а также в более серьезные проблемы и расстройства. Даже когда дети отправляются в детский сад, приучившись дома постоянно кушать, там такого нет в саду, там кушают все по режиму. Пришел завтрак, и тебе нужно подождать до обеда. А ребенок, который не привык к этому, у него организм будет требовать еще покушать, это может мешать процессу адаптации. Когда ребенок растет, чтобы распределить и правильно дать наполнение даже по калориям, по микроэлементам, мы должны все это распределить по тем приемам пищи, которые у нас есть. И если это будет восполняться чем-то другим, ребенок не будет насыщаться тем основным приемом пищи, который у него будет. Чтобы сформировать правильные пищевые привычки на первом году жизни, следует ориентироваться на режим питания. Конечно, все индивидуально и зависит от возраста и физиологических потребностей ребенка. Но именно соблюдение режима питания закладывает правильный подход к здоровому и качественному употреблению пищи. Введение пищевых привычек в жизнь ребенка – это ответственность родителя. Всегда стоит смотреть на это, с одной стороны, достаточно просто, а с другой стороны, очень ответственно. Учитывая и интересы ребенка, и его взгляды по этому поводу, но вводя ему необходимые привычки, необходимые нормы, которые потом с ним по жизни пойдут. У ребенка должны быть режим питания, понимание чувства голода и ощущение сытости. Родители могут положительно влиять на пищевые привычки детей. Для этого нужно активно принимать участие в их питании. Главное – соблюдать баланс и не переусердствовать. Сергей Юрьевич, опять возвращаемся в студию. Мы говорим о возможностях нашего детского реабилитационного центра «Ветрость». Начали вы говорить о том, что очень большое внимание, безусловно, приходится вам уделять. И вы уделяете помощи детям в общении со взрослыми, с верстниками. Это действительно очень важная функция. Безусловно, потому что просто перемещаться в пространстве, даже находясь со сверстниками, как угодно, это даже не половина вопроса. Потому что очень важный вопрос для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно, коммуникации в своей среде. Поэтому, естественно, что мы большое внимание уделяли и этим вопросам развития. У нас работают очень квалифицированные педагоги-психологи и педагоги-логопеды-дефектологи. Для их работы созданы кабинеты, в которые тоже оснащены оборудованием с биологически обратной связью, такие как сенсорный пол, логопедические программы с сенсорным экраном. Для улучшения качества речи в этом году внедрена такая логопедическая гарнитура ForBrain. Это всё помогает получить более качественный результат при развитии когнитивных функций у детей и их способности к общению. Уже несколько лет у нас работает программа томатистерапии, в которой мы видим очень хороший эффект и у деток, вот тех, которых я называл, с органическими поражениями, ЦНС. И особенно вот этот блок проблем когнитивных, он в настоящее время актуализируется в связи с заметным ростом детей с расстройствами аутистического спектра. Это огромная тема. Я знаю, что вы занимаетесь реабилитацией и таких деток тоже. Давайте мы сейчас посмотрим нашу очередную рубрику «Женское здоровье». Мы, конечно, немножко отвлечёмся от нашей темы. Мы обязательно вернёмся в студию и поговорим о лечении деток с расстройствами аутистического спектра. Организм женщины – сложная физиологическая система, в котором постоянно происходят разные процессы, изменения, гормональные перестройки. Одной из причин, влияющих на здоровье, являются женские гинекологические заболевания. Одна из частых патологий, с которой к нам обращаются пациентки – это образование яичников. Образование яичников, они могут быть как доброкачественного, так и злокачественного характера. Возникать они могут в любых возрастных периодах, даже в детском возрасте. И, безусловно, и теология возникновения доброкачественных образований разнообразна, начиная от наследственной предрасположенности. Например, если у пациентки в анамнезе и наследственности имеются образования у мамы, у бабушки, это, возможно, и, конечно, высокий риск развития образования яичников и у других поколений. Безусловно, гормональный фактор, инфекционный фактор также являются причиной возникновения образования яичников. Определить новообразование в области яичников можно во время гинекологического осмотра. В некоторых случаях может потребоваться выполнение лапароскопии с последующим выполнением гистологической диагностики. Объём операции зависит от того, является ли образование доброкачественным или злокачественным. Зачастую пациентки несвоевременно обращаются с данной патологией. Большинство из них, как правило, беспокоят боли внизу живота, боли при физической нагрузке, при ходьбе, боли в пояснице. Но иногда пациентки могут с этими болями ходить от нескольких месяцев, иногда даже годами. И только уже при обращении, при ультразвуковом исследовании мы обнаруживаем, определяем проблему в виде опухоли. Отсутствие лечения может привести к серьёзным осложнениям. Некоторые виды доброкачественных новообразований со временем трансформируются в злокачественные. Поэтому женщинам крайне важно своевременно проходить медицинские осмотры. Пациенты, как правило, не своевременно обращаются, особенно пациенты пожилого возраста. То есть они считают, что если уже ушла репродуктивная функция, то, в принципе, к акушер-гинекологу можно и не обращаться. И вот, как правило, в этой категории пациентов мы зачастую видим новообразование из злокачественного характера, когда уже мы ничего не можем сделать, когда уже пациент невозможен для оперативного лечения, а только какое-то симптоматическое. Поэтому хотелось бы обратить внимание, чтобы пациентки более тщательно относились к своему здоровью и своевременно, ежегодно проходили диспансеризацию у акушер-гинеколога, ну и не только, и у других специалистов смежных. Только ранняя диагностика позволит выявить доброкачественные опухоли яичников на ранней стадии. Проводите регулярную диагностику организма. Обращайтесь за профессиональным осмотром и лечением к специалистам. Заниматься самолечением в этом случае опасно для жизни и здоровья. Сергей Юрьевич, мы возвращаемся в студию. Итак, детки с расстройствами аутистического спектра. Насколько много у вас таких пациентов? Как вы с ними работаете? По официальной статистике Министерства здравоохранения за последние несколько лет отмечается рост этих расстройств до пяти раз. Пока такого чёткого объяснения этим процессам не дано. Но, тем не менее, дети не оставлены. Уделяется очень большое внимание в части их реабилитации. В частности, наш центр в связи с тем, что мы определённое время работали с детками с другой неврологической патологией, и у которых, как правило, тоже есть нарушение мыслительных процессов, нарушение речевого развития. То в этом плане мы оказались полностью готовы для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. Ошибкой только может быть то, что зачастую считают, что вот эти поведенческие нарушения, восприятие особенное у таких детей, нуждается только работа психологов, например, в сенсорной комнате, там атистерапия, биоакустическая коррекция и другие методики, и развитие речевых функций, потому что зачастую они молчуны или ещё какие-то нарушения. Мозг ребёнка фактически доразвивается после рождения вплоть до 10-12 лет. И развивается он в основном за счёт двигательной активности. Поэтому вот в этом плане центр как раз и оказался очень хорошо подготовленным к работе с такими детьми. С учётом наличия залов ЛФК, с учётом наличия необходимых кабинетов по работе психологов и логопедов, и обязательно в программу включаются двигательные навыки. Развитие идёт как раз через работу вестибулярного аппарата, его структур, и они должны, условно говоря, нагружаться. И это не только вопрос занятий лечебной физкультурой. Мы сейчас работаем над темой развития территории Ветрозе как единое реабилитационное пространство. И большой блок реабилитации, вот они, до обеда у нас, в кабинетах ЛФК, у психологов, у логопедов. И родители информированы, что дальше делать в свободное от работы специалистов время. А в свободное от работы специалистов время вестибулярный аппарат надо нагружать на каруселях, на качелях, на батутах. Так это же радость просто. Все виды движения, линейные, круговые, они нагружают вестибулярный аппарат. И нейрофизиологами уже давно доказано, что через вот этот механизм идёт хорошее развитие мозга. Поэтому таким деткам нужны ещё вот эти нагрузки. И важно вот что. И тех детей, которых мы раньше обсуждали, дети с церебральным параличом, другими органическими поражениями, ЦНС, дети с расстройствами аутистического спектра. Процесс непрерывный. Большая ошибка, когда считают, что приехали, поработали специалисты, врачи, инструкторы УФК, массажисты, психологи, логопеды. Дело сделано. Дело сделано. Уехали домой, через полгода или год приехали, говорит, откат назад. Не очень хорошая была реабилитация. Мы вернулись к тому, что было. При прохождении реабилитации родители нашими специалистами обучаются тому, что нужно делать дома. И если произошёл откат назад, то понятно, что дома с ребёнком не занимались. Можно на домашнюю площадку сходить на карусели. Можно освоить элементарные массажные процедуры. Можно читать и нужно читать детям книжки, а не только включать телевизор или давать руки-гаджеты. Тогда и будет результат. Результат работы будет тогда, когда есть последовательность. Созданы центры раннего вмешательства. Есть отделения ранней реабилитации. Есть амбулаторно-поликлинические отделения для реабилитации. Обязательный этап в системе реабилитации в Республике Беларусь – домашний этап. То есть это должны заниматься родные и близкие. И поздняя реабилитация, повторная – это такие учреждения, как ветрость. И тогда у детей в плане преодоления ограничений жизнедеятельности, связанных с двигательными нарушениями, либо с нарушениями мыслительных процессов, речевых функций, результат будет хороший. Если это будет совместная, последовательная, непрерывная работа. Сергей Юрьевич, огромное вам спасибо, что пришли. И самое главное, я думаю, мы вынесли из нашего с вами сегодняшнего разговора, то, что любой ребёнок, насколько бы серьёзно и сильно он не болел, он может участвовать в программе и реабилитации, и абилитации. Становиться живее, становиться здоровее, общаться со своими родными, с друзьями, жить всё более и более полноценной жизнью. Для этого нужны не только доктора, нужны и родители, и бабушки, и дедушки, и, безусловно, мотивации и желания. Это безусловно так. Спасибо большое за то, что пришли. Мы, Сергей Юрьевич, с вами прощаемся, ну а вы ещё можете посмотреть сюжет из рубрики «Жизнь замечательных врачей». Вот что хочу сказать про нашего Максимку. Это наш один из любимых пациентов, потому что у него невероятное стремление, трудоспособность и невероятная у него жажда победить его заболевание. И, кроме того, он всегда жизнерадостный. Максимушка, улыбнись, улыбнись камеру. Он никогда не унывает. Всегда он жизнерадостный, всегда радуется жизни. И это очень-очень подкупает. И мы добьёмся с тобой успеха, да, Максимка? В детстве всегда была окружена детками, за ними присматривала, заботилась и даже мечтала быть воспитателем в детском саду. Но потом как-то на семейном совете решили, что я буду врачом. Закончила я школу сельскую и поступила в мединститут. Тогда ещё был мединститут. И вот когда у нас начались уже клинические кафедры, когда мы пришли уже в клинические, вот в детскую больницу, я увидела деток больных. И вот тогда я уже окончательно решила, что я буду лечить детей. Что вот я буду именно заниматься проблемами детского возраста. У нас была прекрасная преподавательница Сушко Елена Петровна. Она очень была знающий человек в этой области. Очень много знала, очень много нам передавала. Единственное, такая была немножко строгая. Мы её даже побаивались. Но всегда слушали с восхищением, перенимали её опыт. Потом ещё была профессор Новикова Валентина Ивановна. И тоже, в общем-то, старалась нас научить вот этой профессии. После окончания института я распределилась детским врачом в поликлинику. И работала 13 лет в поликлинике с детским врачом. Всегда была радость, когда я видела, когда ребёнок поправлялся. Это всё-таки благодарное дело. Но в какой-то степени я как-то поняла, что, может быть, в той же поликлинике реабилитации недостаточно. Уделяется времени. И поэтому реабилитационный центр у нас в поставах открыли. И я перешла работать именно в реабилитацию. В каждом ребёнке, даже вот особенном, стараюсь видеть личность. Личность ребёнка с его потребностями, с его возможностями, с устремлениями. И поэтому стараюсь помочь. Да, он, может быть, полностью не станет здоровым. Но облегчить его состояние, какие-то шаги сделать для улучшения его жизни бытовым условиям, мы это сделать можем. И то, что в наших силах мы стараемся делать. Мне вот как-то в жизни повезло. Меня всегда окружают... Ну, это не слова, это на самом деле окружают люди, которые преданы своей работе. Медицинские сёстры, санитарки, старшая медицинская сестра. Основной костяк, где-то 90%, эти люди работают практически с начала основания центра. Это люди, которые пришли в профессию по призванию. Они любят детей, стараются им помочь. Окружить материнским отношением, надо так же сказать. Мы обучаем родителей, как им работать дома с ребёночком. И настраиваем, что это в какой-то степени даже изменение образа жизни. Что ребёнок постоянно должен и дома работать, ну и, конечно, приезжать к нам. И мы, да, мы рады, когда они приехали к нам. И мы видим, какие это изменения. По стороннему человеку незаметны. Кажется, что ребёнок, какой был, такой и приехал. Но мы, как уже специалисты, мы видим, что он более уверенно шагает, он более там уверенно держит ложку, может более красиво написать или нарисовать рисунком с мамой. Мы это видим, и мы рады. И родители тоже самое отмечают, положительную динамику. И вот когда детки приезжают, повторно, мы уже как к родным к ним относимся, встречаем и надеемся, что уедут они от нас ещё с большими какими-то положительными подвижками. Редактор субтитров А.Семкин